Добро пожаловать в проклятую школу смерти! Покажи нам свой костюм, панда. Да, где твой хэллоуинский костюм? Погодите, я работаю над ним! Я буду тыквой! Итак, чтобы определить, кто сегодня будет смертью, мы просто выберем старшего из нас, потому что технически, кто старше, тот ближе всего к смерти. Да, это отличная идея. Так сколько тебе лет? Брайан? Мне сейчас 26 лет! Ладно, мне 12, а тебе сколько? А вот и нет! А вот и да! То есть, а вот и да! Это в птичьих годах, так что это нормально! А сколько тебе по меркам бомжей? Где-то около 107? Господи! Типа у бомжей один год чувствуется как 20 лет. Когда у тебя нет ни часов, ни календаря, ты не понимаешь, сколько лет прошло. Я даже не знаю, который сейчас год! Я не скажу, сколько мне лет. Я давно сбился со счёта! Ладно, Ногло, а сколько тебе? Да я молодой. Ну это очевидно, да. А тебе? Ты мне? Да, да, я тебе. Он же смотрит на тебя! Ау, сорян! Нет, блин, он разговаривал с этой тыквой позади тебя! Не, ну он такой, он такой панда, Ногло. Ты? Ты забыл моё имя? Ладно, мне 27. Чем? Свинтус? Он как будто готовится к монологу. Да, похоже на то. Это было начало 1999-го. Это было холодное утро в амбаре. Моя мамка завизжала. И появился я. Вот так Тайлер и появился на свет. Я думал, это будет интересная история с витиеватым сюжетом. Родился, жил, умер. Моя мамка завизжала. Твоя мама свинья, отец человек? Да, его отец свиноёб. Ну да ладно. Вот поэтому я и не хочу говорить, сколько мне. Это больная тема для меня. Ой, ну извини. Мне 25, окей? Твоя мама свинья, она родила тебя и подумала. Назову-ка его Вайлдкэт. Ладно. Похоже, это будет бомжара. А, твою ж мать! Погодите, погодите! Кто этот чувак? О чём-то? Это же я. Ты не помнишь меня? Я умер, а мёртвые возвращаются на Хэллоуин. Нет, этот чувак всё ещё мёртв. Это костюм. Он просто притворяется им. Нет-нет-нет, это я. Ладно, парни. Так зачем мы здесь? Не знаю, ты нас позвал сюда. Да, мы такой встречаемся в школе через 45 минут. Брайан, а ты что скажешь? Это произошло здесь, 10 лет назад. Твою ж за ногу. Это произошло здесь, 10 лет назад, в этот самый день. Это был мой друг. Мой бездомный друг. Он массировал прохожим соски, дрочил им за крэк. Он душил сам себя и мял свои соски, пока смотрел за девочками из волейбольной команды. Вы слышали, как он пытался сдерживать смех практически на каждом слове? А ну замолкни. Говорят, его душа обитает в этой школе и по сей день. Я не знаю, как он умер, но я знаю, что он умер так, как хотел. И его дух обитает посреди этих коридоров. Вон он летает с камерой. А, привет. Ну что ж, теперь можно идти домой. Наше задание выполнено. Итак, парни, нам надо выбраться из этой школы и не умереть от рук проклятого бомжа. Итак, парни, всем счастливо Хэллоуина. Посмотрите на этот шкафчик, он проклят. Вот где он сжимал свои соски. Смотрите, как его колбасит. Ладно, я пошёл вперёд. Ах ты сукин сын. Я отвлёк тебя. О, нет. Марсел! О, нет, он сжал его соски. Он сжал их так, что он умер. Теперь я понимаю, что называют мёртвой хваткой. О, чёрт, я не хочу туда идти. Да, походу это ловушка. Я побью вас в этом квадрате, как я бил себя в том шкафчике. Я так не думаю. Кто хочет быть следующим? Давайте я попробую. Нет, ты заблочил меня. Ты заблочил меня, о мой бог. Срань господня. Там было так много шкафчиков. Срань господня. И в каждом из них был банда, который щипал соски. Ладно, что это? Что тут будет? 50 на 50. Вы должны сделать это вдвоём. Я так понял, эти штуки упадут сверху и сломают доски. Какой план? Какой план? Эй, проклятый бомжара, какой у тебя план? В смысле какой план? Я просто... Ах ты ублюдок. Какой план? Какой план? Какой у тебя план, бомжара? Какой у тебя план, бомжара? Оу, я понял. Он выбрал одну из дорожек. Одна из них безопасная. Оу, я понял. Нееет! Да, всё верно. Я выбрал именно эту дорожку. Тут всё зелёное. Серьёзно, всё зелёное? Посмотрите на этого парня. Кто это такой? Это Гарольд. Он мой друг. Господи Иисусе. Куда это ты собрался? Оу, это вечеринка зомби. И они исчезли. О, смотрите, тут остался ещё один парень. Какого чёрта? Что это было? Зашибись. Капец, Тайлер. О мой бог. Да уж, это было классно. Это даже была не ловушка. Но она всё равно сработала. Давай, Гоггла, попробуй ещё раз. Что будет, если ты туда пойдёшь? Погодите. Это просто рандомная ловушка. О боже, что это? Давайте, подойдите к моей огромной мошонке. О господи. Огромная мошонка. Огромная мошонка. Я придавлю вас своими орехами. Это демонстрация того, что он делает со своими жертвами. У Брайана больше всего жизни. Вперёд, Брайан. Попробуйте мои соски, мои орехи. Давайте, парни. Когда ты потратил жизнь, Марсел? На первой ловушке. Я думаю, тебе хватит времени, пока тыква упадёт. Ладно, погоди, я хочу встать. Помнишь, когда ты умер? Нет. Нет. Он сделал сальто назад. Ага. Ладно, парни, идём дальше. Погодите, погодите. Окей. Ох, Брайан, он просто провалился в яму. Гляньте на этого мёртвого жопушника. Вот же ж, блин. Зато вы теперь знаете, что там была ловушка. Да, спасибо, Брайан, мы благодарны тебе за это. Он готовил эту ловушку для девочек-волейболисток, но вы поняли. Вот из рощуга, господи Иисусе. Он сделал эту яму в полу, которая ведёт прямо в убежище для его сексуальных утех. Уэн, ты не большая пещера. Окей, ты меня разгусил, да, оно и есть. О, посмотрите на эту тыкву. Она выглядит странно. Ах ты ублюдок, я не успел. О, они опускаются так медленно. Ох, чёрт. Ещё одна демонстрация, что он делает со своими жертвами. Он подкатывает к ним свои шары. Ладно, что тут, что тут будет? Вряд ли тут есть ловушка. Тут мало пространства. Тут слишком мало пространства. Для ловушки. Для ловушки. Но он стоит прямо перед ней. О, Брайан. О, он может выжить. Он может выжить. Я застрял в решётке. Он обманул смерть на Хэллоуин. Теперь мы знаем, что Брайан основной персонаж этого фильма. Да, да, да. Итак, так как мы подошли к концу, у всех будет по одной жизни, окей? О, мой бог. Это самая страшная ловушка с самой отвратительной едой на свете. А что это? Кукурузные конфетки. Я даже не хочу на них забираться. Что за кукурузные конфетки? Господи, просто загугли. Это худшие конфеты на свете. Они со вкусом воска. Это просто отвратительно. А, я видел их в Сабрине Маленькой Ведьме. Спасибо, спасибо за справку, Брайан. Учитывая этот факт, теперь я ненавижу их ещё больше. У нас в Ирландии есть только консервированная кукуруза. Так, погодите. О, боже, как вообще это вратьи? Просто прыгай на них. О, Тайлер, удачи. Давай свинина. Тайлер, удачи. О, чёрт. Ну, конечно же. Твою ж за ногу. Это просто тупая фигня. Террорайзер, ты видел фильм «Пункт назначения»? Окей, ладно, я с вами. Это был ужасный прыжок. Это был «Пункт назначения» для Эвана. Ты не сможешь обмануть смерть дважды. Вот чёрт. Капец. У меня эта штука жёстко лагает. Марсел прошёл ещё хуже, чем я. Итак. Добро пожаловать. У нас сегодня Хэллоуин, и это проклятый шкафчик. Что это была за хрень, ногвая? Ты решил сделать для себя отдельное начало? Ладно, погнали, погнали. Он комментирует в соло. Добро пожаловать в 400-й эпизод «Гарри Смот». Зачем мы вообще позвали его с нами? Вы видите этот шкафчик здесь? Интересно, что там? Какого? Понятно, меня кто-то толкнул. Меня кто-то толкнул. Я не помню, чтобы эта штука взрывалась в прошлый раз. Да, она не взрывалась в прошлый раз. Так и должно было быть. Походу, это случается только с теми, кто сильно раздражает остальных. Эта штука выбирает, кого нужно взорвать. Я всё видел. О, мой бог! Жаль, что моя вебка в это время не работала. О, мой бог, мне уже нравится эта серия. Короче, мы начинаем второй раунд. Да, окей, идеально, погнали. Пожалуйста, не обращайте внимания на обгоревшее пятно в виде тела Зойдберга на полу. О, боже! Не обращайте внимания. Будь осторожней, чувак. Эта хрень не считается. Энтони, давай я тебе помогу. О, мой бог, эти шкафчики раздавили его в лепёшку. Тут я не пойду первым, ну нафиг. Окей, я пойду первым. Но у меня есть последнее желание. Я знаю, что он задумал. Он не нажмёт на кнопку сразу. Погоди. Нам надо идти одновременно. Ну окей. Вот так, сучка. Ладно, я шучу. Я пошёл, я пошёл, я пошёл. Я не нажал на кнопку. На крае из них безопасное. Мне кажется, это реверсивная-реверсивная психология. Да, ты абсолютно прав. Я бы пошёл по красной. Господи, нет! Окей, идём дальше. Это нифига не реверсивная психология. Парни, Энтони вышел. Энтони вышел. Эй, кто-нибудь... Окей. Что ты хотел? Это тут будет вечеринка зомби. Это тут будет вечеринка зомби. Вечеринка зомби, это же круто. Свали с дороги, глупый жопашник. Эй, эй, нет. Я не взял с собой свои специальные танцевальные туфли. Видите, я танцую как бог. Они утащили меня с собой. Вот почему тот шкафчик взорвался. Всё ясно, выборочные взрывы. Для меня тут стоят особенные ловушки. Добро пожаловать обратно к мошонке бомжа. Она упадёт вам прямо на лоб. Нееет! Какого хрена? Это было офигенно. Я прыгнул слишком далеко. Я прыгнул слишком далеко. Срань господня. Это было круто. Ладно, парни, я сделаю это. Я умру за вас. О, ты такой добрый. О, нет! О, боже, мы так благодарны за твою жертву, Эван. Я по-любому здесь умру. Я не хочу идти первым. Будь идёт тот, у кого две жизни. А у всех по одной. Это будет напрасно смерть, Ногла. О, мой бог. Как её пройти? Как ты тогда сделала это? Вы все умрёте. Нужно не прыгать, а переступать на следующую. Или ты можешь просто прыгнуть и умереть. Ваша мать, ладно, я сделаю это. Какого чёрта все умирают на этой ловушке? Он сам упал. Чувак, это просто невозможно. О, мой бог, погодите, погодите, дайте мне шанс, дайте мне шанс. Ладно, ладно. Чёрт. Хабада, чёрт. Эй, Брайан, смотри, Вайлл Кэт внутри летучей мыши, Брайан. Ох, чёрт, да. Эта ловушка заскриптована на то, чтобы убить Ноглу. Ноглу, у тебя минус жизнь. Помните, что тут нельзя делать? Давай, Марсел, вперёд. Что? Что? Отлично сработано. Это было так тупо. О, нет, нет! О, нет! Как ты мог забыть про неё? Я шёл за Марселом, я вспомнил, но было уже поздно. Ты сказал, помните, что тут нельзя делать? Это было три секунды назад. Да, точно. Ну и позор, ты можешь сразу удалить игру. Что ты делаешь? Что ты делаешь, Ногла? Что ты хотел сделать? Пока, Ногла, это тебе стоит удалить игру, сучка. Он просто стоял на месте. Гори, мудила. Ммм, я так хорошо пахну. Он просто зашёл в ловушку. Теперь из него получится хороший жареный лобстер. Ладно, у меня две жизни. Что, они остановились? Я застрял. О, чёрт! Сладость или... О, чёрт! Мы дошли до конца! Вы должны выбрать, какая из этих дверей хорошая, а какая нет. О чём ты? О чём ты? Я не понимаю, о чём он. Тут ещё одна ловушка. О, да! Смотрите, это же Коржик из улицы Сезам! Ох, чёрт! О, это же Мобс! Это Мобс, переодетый в костюм Коржика. Он был ещё на прошлой Хэллоуинской карте, помните? Он похож на Коржика. А, точно, это Мобс, я понял. Вайлкэт, ты прошёл эту ловушку, остались только я и Панда. Йоу, мне хана, мне хана! Я знаю, что у тебя аллергия на собак, переодетых в Коржика. Ага. Ну так что, ты всё ещё хочешь пойти туда? Да, конечно. Мне просто надо быстро проскочить мимо этой двери. Да, ты должен пройти мимо кабинета директора. Отвлечения! Нет, 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 это не работает со мной. Сладость или гадость? О, нет. О, тебе хана. Директор поймал тебя за задницу. Ну что, как тебе этот Мобсик? Итак, Марсел. Ты и я, как мы закончим эту карту? Ты хочешь сладость или гадость? Сладость или гадость? Гадость это, наверное, что-то отвратительное. Конечно же сладость, я хочу сладость. Надеюсь, там будет что-то типа Кит Ката или ММ Дэнс. Ууу, что это? Это лабиринт. Кажется, у нас тут небольшой лабиринт. Давай начнём с разных углов. Почему у меня на экране вы показаны как картинки? Потому что ты добавляешь всякие приколюхи в видосы. Итак, я начну обратный отчёт, Марсел. Может, пусть это сделает один из проигравших? Вы готовы, Свитус? Ты готов? Я готов! Марсел? Я готов, давайте уже начнём. Три, два, один... Погнали! Погнали, это будет легко. Так, сюда? Да, это верный путь. По крайней мере, он похож на верный. А нет, это тупик. Идём дальше. Так, а что если я пойду вот сюда? О, у меня хорошее предчувствие. А нет, это тоже тупик. Мы можем ходить по стенам, парни. Да где этот выход? Я сделал это! Да, я победил! Свитус победил! Свитус победил! Посмотрите на эту кучку лузеров. Офигеть, эта коробка так и подписана. Лузеры! Круто! Круто! А что делает эта кнопка? Нет, не нажимай её! Но мне очень интересно! Что, чего тебе надо? Стой, я знаю, чего ты хочешь. Ты получил свою сладость. Но я могу дать тебе ещё и свою сладость. Мы можем договориться. Понимаешь, о чём я? Нет, следующий, Энтони, попытайся убедить меня, почему я не должен нажимать эту кнопку. Если ты нажмёшь на кнопку, я не покажу тебе свой фирменный трюк. Окей. А что насчёт тебя, лобстер? Ну нафиг. Теперь вы все мертвы. Ладно, это было круто. Это того стоило.